Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 15-й главе книги «Исхода». 15-я глава главным образом, в первую очередь, содержит гимн, который воспевает Моисей после того, как войско фараона погибло в Красном море. И это замечательный поэтический текст, который вообще является одним из образцовых, формообразующих для жанра молитвенной поэзии, для жанра гимна как такового. Специалисты-филологи, конечно, обнаружат множество сходств и множество отличий этого текста от аналогичных гимнов древности. Без сомнения, такие сходства есть, потому что, да, поэзия – это вполне такая интернациональная вещь, и жанр поэтической культуры гимнов тоже вполне распространен в это время. Конечно, есть отличия. Ну вот, на самом деле, конечно, его надо петь, а не обсуждать этот гимн. И заметьте, что для христианского богослужения он также чрезвычайно важен. И в некоторые моменты церковного года используется, в первую очередь, конечно, в Великую Сумуту. Авторство Моисея – сложный достаточно вопрос, но, с другой стороны, а, собственно, почему бы и нет? Гимн достаточно древний, и, в конце концов, чьим именем он надписан, суть и дело, и содержание не меняет. «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море». Там изначально ведь с самых первых глав книги идет вот красной линией, так сказать, некоторый спор, проблема, вопрос. С одной стороны, Бог, который как будто бы даже израильтянами еще как свой не признается, как будто Бог, у которого нет своего народа, у всех остальных есть, а у него нет, и земли своей тоже нет, как будто бы, прости Господи, Бог неудачник. А вот есть там египетские боги, у них огромный народ, фараон, земля, а есть там хитские, шумерские и так далее, и так далее. И на фоне их кажущегося и декларируемого величия, ну, потому что реально, реально нету не только величия этих богов, но и их самих, но декларируется, что они просто вообще там как перрон. На этом фоне, конечно, Бог кажется маленьким, маленьким. И вот именно в этой логике Моисей говорит, пою Господу, ибо он высоко превознесся. Тот Господь, который призвал Моисей и вывел Израиль из Египта, тот Господь, который казался богом крохотной группки, этнически разношерстной группки, у которой нету своей жизни, нету своей земли, которая обречена, вот он был на низшей ступеньке, и ни за что, ни во что его ставили, как фараон, например. А вот он теперь высоко превознесся, как потом аналогичную мысль сформулирует пророк, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Выше всех, выше всех. Разговор о единственности Бога еще очень далеко впереди. Для людей, которые живут в мире, где мало по-настоящему монотеистических культов, даже в Египте реформа Экнатона провалилась с треском. Для этих людей еще трудно понять слова «все боги народов идолы Господь небеса сотворил», а вот «пою богу, ибо высоко превознесся», оказалось, он доказал, что он выше всех остальных, выше всех, на кого уповали все эти оголтелые египтяне. Вот поэтому это важные очень слова. Бог победил, Бог победил. «Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасением». Здесь, как и в предыдущей главе, речь идет об избавлении от неминуемой гибели. По каким-то причинам, не обсуждаемым, гибель неизбежна, как следствие греха она будет осмыслена сильно потом. Гибель неизбежна, и Бог от нее избавляет. И это и есть спасение. Жизнь, которая должна была быть отнята, но не отнята, значит, дарована. Вот, собственно, что значит Господь. «Крепость моя, слава моя, и он был мне спасением». «Он Бог мой, прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его». Ну, это с точки зрения лирического героя. Лирического героя. Речь о том, что он был богом Авраама, Исаака, Иакова и тех их потомков, которые были рабами в Египте. Для того, кто записывает этот гимн, вероятно, еще сюда включается и то, что это Бог, которому поклонялись все израильтяне, вышедшие из Египта. Бог отца моего и прославлю его, и превознесу его. Вот библейская культура в этом смысле характеризуется тем, что есть, конечно, очевидные вещи. Очевидно, что Бога надо превозносить, что Бог славный, что Бог высокий и превознесенный. Но этой очевидности недостаточно. Это надо проговорить, это надо сказать, это надо устами исповедовать. Подразумеваемое не считается. По крайней мере, в деле прославления Бога подразумеваемое должно быть высказано в явном виде. И это еще один из фундаментальных камней таинства благодарения. Господь муж брани, Яхве имя ему. Здесь еще не опасаются в этой традиции использовать священное имя Божье. Господь муж брани. Вот это превознесенная сила, то, что Бог оказался сильнее и реальнее, если хотите, реальнее всех этих многочисленных языческих, бессмысленных и злобных божеств. Бог, который спасает, Бог, который... Крепость моя и сила моя и бысть мне во спасение. Вот он побеждает этих самых языческих богов. Вот что, в первую очередь, означает муж брани. Лишь потом и очень тенденциозно авторы других библейских частей, в первую очередь, исторических книг, тесно связанные с царями, и тому подобной публикой попытаются сделать из этого оправдание своей воинственности, агрессивности и говорить о том, что Бог муж брани, потому что Он велел нам всех угнетать. Нет, нет, не так это. Изначально Господь муж брани означает, что Он победил в прямом столкновении вот все враждебные Ему и народу Божьему силы. Десница Твоя прославилась силой, десница Твоя сразила врага. Величием славы Твоей Ты не зложил восставших против Тебя. Ну, в общем, тут как бы все с одной стороны понятно, а с другой стороны очень полезно обратить внимание на вот это выражение о славе Господней. Слава Бога, которая есть некоторое воспринимаемое, чаще всего зримое, его проявление, его присутствие. Библейская культура четко и точно знает, Бог не видим, Бог не постижим, и только последний альтернативно одаренный возьмется рассказывать, как Бог устроен, что он из себя представляет, что у него внутри. Это табу. Это то, чего нельзя гораздо в большей степени, чем нельзя называть священное имя. Это верх безумия обсуждать природу и внутреннее устройство Бога. Бог иной, не постижим, трансцендентный, тоже красивое слово, можно сделать умный вид. Но он присутствует и действует в человеческой истории, в человеческом мире, в человеческой жизни тоже. Им хватает ума и целомудрия не обсуждать, каким образом, при помощи каких энергий непостижимый и трансцендентный Бог действует в воспринимаемом человеческом мире. Тайна. Но, но вот он, столб облачный днем, который идет перед народом Божьим, и не говорите мне, что это торнадо там вертится, может и торнадо, или даже похоже, это не меняет сути дела. Столб огненной ночью, сияющее облако, которое осеняет иерусалимские храмы, которое изредка дано людям увидеть, как Соломону, как Исаии, как Иеремии, простите, Изекиилю, когда он увидит, как он покидает храм. Слава Богу! Слава Богу! Это сияющее, необъяснимое, но реальное, воспринимаемое и, главное, действенное присутствие Бога в этом мире. Действенное. То, что погубило фараона, то, что раздвинуло воды моря, вот то, что действует реально. И когда эти люди говорят слава Богу, они вообще не имеют в виду ничего подобного лозунгу «Слава КПСС», прости, Господи. Ну, мое поколение, как только слышит слово «слава», оно сразу вспоминает эти не вмещающиеся в телевизор самовлюбленные преступные лица, которые требовали, чтобы их хвалили. Это низкая гордыня и ничего более. В человеческом мире вот это требование славы, чтобы вас, тебя, хвалили, восхищались и аплодировали. Высокая у человеков мерзость перед Богом. А для Библии не только для Исхода, но и для последующих ее чтений слава Богу и прославление Бога значит призыв помнить эту сияющую, действующую реальность присутствия непостижимого Бога и призыв, молитву о том, чтобы слава Божья пришла, была, явлена была людям, это она спасает. Вот, понимаете, этот гимн в этом смысле догматичен, потому что он утверждает и учит, что именно вот эта слава Бога, шехина на языке оригинала, именно шехина спасает, именно в ней явлено присутствие и встреча с Богом, которая невозможна для смертного человека, но в этой славе становится возможным. И вот, и это так до тех пор, пока эта слава не становится, не сосредотачивается в личности Иисуса из Назарета. «Величием славы твоей ты не изложил восставших против тебя». «Величием славы». Это облако, это сияющий столб, это что-то непостижимое, но реальной причиной избавления становится именно эта слава Божья. И вот дальше «Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, досточим хвалами творец чудес». Высоко превознесся. Именно вот это и означает. Израильтяне того времени вслед за Моисеем воспевают Бога, который доказал, продемонстрировал, если хотите, свое величие, свое превосходство над этими самыми богами народов. Это и значит, что Бог победил. Яхве – муж Брани. Ты ведешь милостью народ, который ты избавил. Ну и в заключительной части молитва, где автор просит о том, чтобы устрашились разнообразные воинственные властители земли Ханаанской, с которыми предстоит столкнуться, Израилю, и чтобы Бог ввел народ Божий и насадил его на горе достояния своего, чтобы замысел Бога о водворении народа Божьего в Святой Земле был исполнен. И кроме этого, дальше говорится о том, что сестра Моисея и Аарона, Мариам, пророчица, также воспевает этот гимн. Вот видите, в самом конце 15 главы Моисей повел израильтян от Красного моря, они вошли в пустыню на три дня пути, и не было воды. Ну, вообще говоря, в пустыне так бывает. Пришли они в меру и не могли пить воды, потому что она была горькая. Может, там какой-то соленый источник минеральный, мы не знаем. Скорее всего, какой-то очень концентрированный соленой раствор. Вот пришли, а воды нет. А вода есть, но плохая. Или даже поливать нельзя, тем более пить. И израильтяне начинают снова роптать, говоря, что нам пить, и Моисей взывает к Господу. И здесь, в этом месте, в Мере, Бог дал народу Устав и Закон и там испытывал его. Ну, во-первых, Устав и Закон потом будут обсуждаться отдельно, и он будет дан как будто бы еще раз. Ну, то есть, будет другой рассказчик об этом свидетельствовать. Здесь нам важно, что Господь, как пишут, подсказал Моисею взять какое-то дерево и бросить в воду, и там, значит, все, в осадок выпало, вода стала пригодной для питья. Я не готов обсуждать химические подробности этого дела. А вот, что может быть гораздо важнее, что здесь предлагается краткая формулировка того, что такое Завет Бога с Израилем. Смотрите, Бог дал народу Устав и Закон и сказал, если будешь слушаться голоса Господа и делать угодное предачами Его и внимать заповедям и соблюдать Уставы, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет. Вот это некоторый промежуточный перед Синайским Завет. Здесь говорится о том, что если ты будешь слушаться Бога и исполнять заповеди, которых еще не перечислено, нет еще их, как будто, да, то я не наведу тебя ни одного из бедствий. То есть, все те бедствия, от которых гиб Египет, они все также нависали и над народом Божьим. И Бог обещает что это избавление, которое воспевается в основном тексте этой главы, оно будет продлеваться, длиться до тех пор и постольку, поскольку народ Божий исполняет этот закон. Субтитры создавал DimaTorzok